Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня уже пятница у вас. Я напоминаю, что я ролики снимаю заранее. У меня еще четверг, но вы будете смотреть этот ролик завтра в пятницу. Что я могу вам сказать? Ночка сегодня была и утро. Не знаю, какие слова тут правильно подобрать, если честно, хочется так, знаете, уже сказать прям как есть. В 12 часов ночи сработала сирена, воздушная тревога, я понимаю, что ясно, понятно, это надолго. До 4 утра я лежал и считал вот эти все мопеды, которые к нам летели, которые запустили. Слава богу, спасибо ПВО, спасибо ЗСО, всем, кто оберегает нас, вы невероятные. Короче, до полпятого утра спать не давали, потом я только заснул, в 7 утра начинается продолжение всей этой веселой ночи в кавычках. С утра уже не мопеды были, а уже посерьезнее. Проснулся я от того, что бахнуло очень громко. Я от этого сначала проснулся от сирены, у меня глаза такие, знаете, аж пекут, потому что я 2 часа только поспал, я до этого как бы несколько ночей не мог выспаться. А тут еще такое. Ну и в общем, все это происходило тоже где-то до обеда, с самого утра. Это трэш, ребята. Я не знаю вообще, как это все можно выдерживать. Я признаюсь честно, я никуда не ходил. Ну, в смысле, я там не спускался, не бежал. Просто думаю, как будет, так и будет. Как там говорят, на все воля божья. Какая судьба, так и будет. Ну, вот так я думаю, значит, если судьба, значит, так и будет. Не хочу, не могу, не буду. Надоело, устал, поэтому никуда не пошел. Но после этого был очень приятный момент. Несмотря на то, что я вообще в таком состоянии сегодня, как будто я под чем-то. Потом пошел снег, солнце вышло, которое я так давно не видел. Я так благодарен солнцу за то, что оно показалось, хоть ненадолго. Оно там было, может, где-то часик-полтора. Но настолько это приятно, это так мне помогло. Я вам передать не могу. Еще раз хочу сказать огромное спасибо нашим ПВО, нашим ЗСО, всем-всем-всем, кто делает нашу жизнь максимально безопасной. Насколько это возможно в нынешних условиях, в нынешних реалиях, в этой ужасной войне. Я тут, кстати, вчера недавно что-то искал посмотреть вечером. Ну так, знаете, чтобы на фоне что-то играло. Мне не настолько нужен прям куда-то уткнуться. Это чисто, знаете, чтобы тишина, которая тебя не напрягала. Потому что либо типха, либо громко. И громко не от того, что где-то кто-то танцует или что-то происходит. Вы поняли, да, от чего-то громко. Это все и то, и другое напрягает. Такая, знаете, из крайности в крайность. Поэтому иногда хочется что-то включить. Думаю, найду какой-то фильм. Там какой-то трейлер смотрел. Еще в детстве, помню, смотрел. Какие-то в подростковом возрасте. И чуть старше был. И что я заметил. Вот когда я смотрю какие-то вот эти американские фильмы или сериалы. Там есть такая штука. Не знаю, обращали вы внимание или нет. Я никогда не был в Америке. Тем более в Нью-Йорке. Но там есть вот эти вот желтые такси. Я думаю, все их видели. Кто-то в жизни, кто-то в кино, кто-то и там, и там. У меня только один вопрос всегда возникал. После всего, что я видел. А почему они все время бегут и орут? Ну неужели там так все на самом деле и происходит? Объясните мне, кто в Нью-Йорке был? Кто там живет? Или в Америке? Я не могу понять. Не, ну сейчас это понятно. Сейчас там Uber и все вот эти службы появились. Тогда их не было. Но неужели реально вот, чтобы вызвать такси, нужно просто выбегать на улицу, гоняться за ним, кричать, махать рукой и так далее? Это правда так? Или это просто в кино так все утрируют и показывают? Я не могу понять. Вот как на самом деле? Или расскажите мне? Потому что я помню, что даже в моем там маленьком и нашем городке тоже было две службы такси. Не Uber, не вот эти вот известные, а местная, городская там. Но тем не менее, там была диспетчерская. То есть ты звонишь, вызываешь машину, говоришь адрес, она приезжает. Даже в моем маленьком, понимаете, городке. И когда ты смотришь вот в Нью-Йорк, казалось бы, это ж, как там говорят, мировая столица и все такое прочее. И вот это вот бегающие люди вечно в кино, такси, такси. Я сижу и думаю, блин, это что, на самом деле так происходит? Ребят, расскажите мне, откройте мне наконец-то тайну, как на самом деле это все происходит. А еще, знаете, тут задумался, вот когда я иногда смотрю фильмы, сериалы, и вот эти вот моменты, вот этих сцен, таких пикантных, горячих, где люди совокупляются. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Тоже у меня такое есть непонимание. Я понимаю, что это какой-то художественный фильм или сериал, неважно. Это не канал 18+, где специально, да, люди приходят увидеть все во всей красе. Вы поняли, о чем я говорю? Но почему так все часто странно показывают? Ну, например, вот я замечал, когда происходит такая постельная сцена, весь этот процесс, девушка там, образно говоря, сидит на своем партнере в этот момент, она в нижнем белье, и я думаю, ну, что в жизни так именно происходит? Мне, конечно, фетиши, как говорится, у каждого свои, но мне кажется, вообще не так все. А еще вот эти странные звуки, которые там издают, или эти разговоры. Хотя у меня как-то, я помню, были знакомые, тоже как-то обсуждали вот эту тему, хотя редко признаюсь, такую тему можно с кем-то обсуждать, но, в общем, заговорили, и кто-то сказал, что во время вот этого процесса пикантного люди разговаривают. Я думаю, все время для меня до сих пор, ну, типа, непонятно, о чем можно разговаривать, как это вообще должно выглядеть, и почему. То есть это, мы начинаем разговаривать в процессе вот этого всего, извините, пикантного момента, по какой причине? То есть настолько скучно, что решили поговорить или прислушаться, где там машина едет, где муха летит, я не знаю, ну, короче, странно. Мне кажется, но опять же, я как зритель просто смотрю, если вы уже снимаете подобные сцены, то делаете это, по крайней мере, более как-то правдоподобно. Я не говорю, что нужно там снимать крупным планом, это все-таки не канал 18+, да, специальный, но как-то, ну, ракурсы какие-то выбрать, потому что, ну, как-то все это выглядит. Что такси, вот эта беготня непонятна для меня вопрос, что вот эти сцены, такое, знаете, странные темы сейчас обсуждаю, но правда они мне непонятны. А, кстати, на что вы больше всего обращаете внимание, когда смотрите фильм, сериал, что для вас важно? Сюжет, игра актеров, ну, в общем, на какие моменты вы обращаете внимание. Раньше, честно говоря, никогда об этом не задумывался, сейчас вот что-то задумался с этим такси, с этими постельными сценами. Ну, это, видимо, знаете, у кого что болит, тот о том и говорит. Короче, так, чисто немного отвлечься, поговорить о чем-то другом. У меня, кстати, сейчас тоже света нет, генераторы шумят. Сосед, кстати, помните, я вам рассказал, да? Значит, сосед вчера снова привел кухану девчину свою, поэтому лата в уши, все нормально. Ну, я рад за людей, честно, я искренне рад. А еще, знаете, что у вас хотел спросить? Значит, я бегал тоже, и вчера по телам, когда я рассказывал, я забыл рассказать один маленький момент. Вот эти вот голосовые сообщения, когда я вам присылаю, ты же не знаешь, что там будет, а ты стоишь в очереди в банке, да? Рядом там бабушки, дедушки, дяди, тети, в общем, каждый со своим вопросом. Я забыл наушники, и я, короче, включаю, а там мне тоже рекомендация была от некоторых людей, что мне нужно срочно пойти заняться сексом. И это все услышали все люди. Ну, как бы ничего такого здесь, в принципе, нет, да? Ну, так, знаете, все сразу резко обернулись, посмотрели. И вот я хотел вот спросить у вас, а бывали ли у вас в жизни такие моменты, когда вы, например, едете где-то вообще в самом транспорте, или где-то, ну, не знаю, на работе находитесь, там, где есть люди. И в этот момент вам могут прислать какое-то фото, какое-то видео пикантного характера, да? Или какое-то голосовое сообщение, которое вдруг не предназначалось для всеобщего прослушивания. И вот эти неловкие взгляды, моменты, которые сразу резко на вас бросаются. Бывало у вас такое в жизни или нет? Потому что у меня бывало. У меня иногда знакомые, что как скинут, так скинут. И ты потом стоишь и краснеешь, думаешь, господи, зачем вы это делаете? И предупреждать же надо, что вы там бросаете. Короче, вот так вот. Зато повеселил людей в банке. Уже неплохо. Вот такое было у меня сегодня вступление. Несмотря ни на что, еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, во-первых, за вашу человечность, за вашу выдержку, за ваше терпение, за то, что приходите, уделяете свое время мне. Потому что мы же знаем с вами, что время это самое драгоценное, что есть в жизни каждого из нас. К сожалению, эта чертова война крадет у нас время, крадет жизнь и все. И это ужасно. Если я сейчас начну, то меня уже не остановить. Но все равно хочется всех поблагодарить. И вас, и всех тех, кто нас защищал, и кто защищает. И всем, кто помогает. Вы невероятные люди. Давайте держаться вместе. Давайте будем оставаться людьми. Как бы сложно это ни было. Мы просто обязаны. Должны быть. Но я напоминаю, что проверяйте, пожалуйста, периодически свою подписку. Если вдруг кто-то еще не подписался на этот замечательный канал, обязательно подписывайтесь. Прямо сейчас можете ставить лайк, сердечко, палец вверх. Это все одно и то же. Также я напоминаю, что здесь есть тайм-коды под каждым видео. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Всем желаю приятного просмотра. А лучше всего смотреть от начала до конца, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну а теперь мы врываемся в новости. Погнали. Помните, Анна Делви, она же Анна Сорокина. Самая мошенница, о которой много говорят. Так вот, я рассказывал, что якобы там может быть появится какое-то собственное шоу. И так вот уже официально. Гениальная авантюристка Анна Сорокина, Анна Делви, которая, напомню, рассказывала, что она там дочь олигарха и все такое прочее. Развела огромное количество людей, потом ее посадили. Все-таки у нее будет личное шоу. Шоу будет называться «Обеденный клуб Делви». Она будет приглашать звездных гостей на званные ужины у себя дома в Нью-Йоркском районе Вист Вилледж. В рамках шоу Делви будет устраивать вот эти обеды, ужины. Актеры, музыканты. Я сейчас прям вот честно это вам рассказываю. И сам не понимаю, как такое может происходить. Вот есть конкретная преступница, да, вот в ее лице. Вот здесь все доказано. Каким-то образом она почему-то вышла. Окей, вышла, вышла. Теперь у нее будет еще личное шоу, куда будут приходить звезды. И как это все вообще можно воспринимать, друзья? Объясните мне, что происходит. Я так понял, что законы не работают нигде, да? Все нужно по понятиям делать. Только тогда ты чего-то в жизни достигнешь. Когда ты пытаешься соблюдать какие-то законы, которые по факту, наверное, уже нигде не соблюдаются. Может где-то, но не знаю. Мне уже сложно в это верить. Это страшно. Но это реальность нашего времени. Как вам такая новость? Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Роман Костомаров вышел из длительной комы, но его состояние по-прежнему остается непростым. Его периодически подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Ну и как пишут СМИ, ему, возможно, придется еще перенести операцию. Возможно, но, по крайней мере, пошло немножечко на улучшение. Из комы он вышел. Премия «Золотая малина» убрала из номинации несовершеннолетнюю актрису и немного изменила правила. Напомню, что на днях я вам рассказывал, антипремия «Золотая малина» объявила полный список всех претендентов на получение их награды, если можно это назвать наградой. Наибольшее количество, напомню, получила картина «Блондинка». Но в соцсетях начался скандал из-за попадания в позорный список несовершеннолетней актрисы. 12-летняя американская актриса Райан Кира Армстронг, сыгравшая в новой адаптации «Воспламеняющимся взглядом» по роману писателя Стивена Кинга, попала в эту номинацию как худшая женская роль. Ответственных за «Золотую малину» подвергли критики за такое решение, добавив, что дети не должны участвовать в таких издевательских антипремиях. После шквала критики в соцсетях организаторы антипремии принесли извинения и убрали девочку из списка номинантов. И вот как они написали в заявлении «Иногда ты делаешь вещи, не задумываясь, тогда тебя призывают к этому, тогда ты это понимаешь. Мы никогда не собирались похоронить чью-то карьеру, именно поэтому была создана наша награда. Мы все совершаем ошибки, и мы в том числе, поскольку нашим девизом является «Признай свою негодность». Мы понимаем, что мы сами тоже должны соответствовать ему». Кстати, хочу сказать для всех, кто если не в курсе, это не первый раз, когда оргкомитет премии номинировал несовершеннолетних. Предыдущие номинанты такие. «Звезда Один дома» Макколей Калкин и Джейка Ллойда за «Звездные войды». Эпизод 1. Скрыта угроза, когда ему было всего 11 лет. Так что, как видите, «Золотая малина» не щадит никого. Но после того, как огребли в соцсетях, убрали быстренько из номинации. Я тоже считаю, что детей не нужно в это все вообще ввязать. «Леди Гага» отреагировала на свою номинацию на «Оскар» в этом году и подтвердила, что сейчас снимается в сиквеле фильма «Джокер». Уже официально сама «Леди Гага». Она, во-первых, снова оказалась среди номинантов на премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за песню «Hold my hand» к фильму «Top Gun Maverick». И вот как она написала «Большое спасибо Академии» за номинацию «Моя песня» на «Оскар» в этом году?» Написание этой песни для фильма было глубоким и мощным опытом, который я никогда не забуду. А сейчас я нахожусь на съемках «Большой любви к маленьким монстрам». Отметила она, добавив эмодзи в виде карты Джокера, намекнув на то, что работает над фильмом «Джокер» безумие на двоих. Напомню, что выход картины запланирован на 2024 год. Ну а мы пожелаем Леди Гаге удачи. Как вы думаете, победит ее песня или нет? Кстати, в этой же номинации «Лучший саундтрек» номинирована и «Риана» со своей песней саундтреком к фильму «Ваканда навсегда». В общем, не помню. Ну вы поняли, «Риана» когда только вернулась, новая песня, сразу саундтрек и сразу номинация на «Оскар». Ну посмотрим, кто победит. А вообще, кстати, друзья, как вы относитесь вот к этим премиум «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и так далее? Я могу сказать честно вот от себя, все это, понятное дело, решают конкретные люди. Понятное дело, что, во-первых, здесь руководствуются связями, деньгами. Естественно, если кого-то нужно пропихнуть, кому-то вручить обязательно, это все сделают, все покупается и продается, и там в том числе. Ну и тут же, конечно, еще имеет большое значение чисто субъективщина, да, как бы человек же от себя отталкивается. Поэтому насколько это, насколько правильно или неправильно принимают решение, когда выбирают того или иного победителя, не знаю. Мне кажется, это все относительно. Что вы думаете по этому поводу? Какие мысли? Пишите. А мы двигаемся дальше. Джеред Баттлер вспомнил, как он однажды чуть не кокнул свою коллегу, актрису Хилари Суанг на съемочной площадке. Оказывается, в 2007 году они вместе снимались в фильме по скриптам «Я люблю тебя», кстати, очень крутой фильм. Я рекомендую, если кто-то вдруг еще не смотрел. Вот это тоже, знаете, из серии, немного классики, да. В этой картине есть сцена, где герой Баттлера перед героиней Хилари Суанг станцует стриптиз. По сценарию в определенный момент застежка от подтяжки Джерарда должна была отпрыгнуть и ударить его по лицу. Но что-то пошло не так, и эта застежка полетела прямо в голову Хилари. Об этом инциденте Баттлер рассказал в шоу «Дрю Берримор» недавно. Напомню, что Дрю Берримор, кстати, ведет свое шоу, так что, если вам интересно, можете смотреть. Но там все на английском, предупреждаю. И вот его цитата. «Я однажды едва ее не убил. Сцена, где я танцую в подтяжках. Я танцевал, как идиот в подтяжках. Я не мог поверить, что я делаю. Танцую в боксерах, и здесь в один момент зажим на подтяжках застревает. Он должен был отскочить и попасть мне в лицо. Но когда я начал ползти к кровати, застежка застряла, отскочила, пролетела мимо моей головы и попала ей в голову. Глубоко порезала ее. Ну, в общем, там были серьезные раны. Представьте студию, где за три секунды все исчезли. И я такой сижу с моим ирландским животиком, коротких боксерах в ботинках и носках. Я начал плакать. Я чуть не лишил глаза Хиллари Свонг. Я чувствовал себя дураком два дня. Вот так прокомментировал. Но слава богу, что никто не пострадал серьезно и все нормально. Сложная работа актеров. Фанаты Бритни Спирс снова забили тревогу. И на этот раз они пошли дальше. Они вызвали полицию к ее дому. Понимаете, они всерьез обеспокоились ее состоянием. Поклонники Бритни заметили, что она уже в седьмой раз за полгода удаляет свою страницу в инстаграме. Поэтому они решили вызвать полицию, чтобы те проверили, что с Бритни все в порядке. Полицейские не стали навещать Спирсу у нее дома. Но все же убедились, что она в порядке. При этом неизвестно, разговаривали они с ней или нет. Такие вот небезразличные фанаты и поклонники у Бритни. Ну а то, что она удаляет свою страницу в инстаграме. Ну, слушайте. Такое часто бывает, особенно у девочек. Поверьте мне. Я и в жизни такое встречал, знаете, когда общаешься, общаешься, а потом хоп, кто-то там удалил переписку, чат заблокировал тебя. Потом снова восстановили, удаляют. Это нормально. У девочек такое бывает. Оказывается, муж Парис Хилтон не желает видеть своего старшего ребенка. Как выяснилось, у супруга Парис Хилтон Реума есть не только новорожденный сын, о котором я буквально вчера, по-моему, говорил, но и 10-летняя дочь. Но скандал вокруг Картера разгорелся, конечно же, не потому, что у него обнаружился еще один вдруг неожиданно ребенок, а именно потому, что он категорически, как оказывается, отказался в какой-либо форме общаться с дочерью. Как удалось разведать в СМИ, он видел своего старшего ребенка, свою дочь, один единственный раз в жизни, сразу после рождения. Тогда он подписал документ, в котором признал свое отцовство и согласился выплачивать определенную сумму, не слишком щедрую, на содержание своей дочери. Когда девочка подросла немного и узнала со слов мамы, кто ее отец, она захотела хотя бы раз встретиться с ним. Однако он ей отказал почему-то. Ну и как рассказала мать девочки, Лора Белитц, модель и актриса, ее дочь не может до сих пор понять, чем она так провинилась перед отцом, что тот не хочет иметь с ней ничего общего. Ну а рождение на днях ее единокровного брата, по поводу которого Риел не может сдержать своих восторгов, вызвало у нее еще больше недоумения и обиду. В самом деле, если честно, я не понимаю, почему так происходит. Я понимаю, что может быть там какие-то недопонимания, разборки, неприязнь, ненависть, даже все допускают с вашими бывшими партнерами, супругами, как хотите, да. Но причем тут дети. Хотя с другой стороны, чему я вообще должен удивляться? Человек, который вырос без отца, да. Я думаю, что такое без отцовщина знакомо многим, к огромному сожалению. Я не понимаю этого, не догоняю, честно. Мне сложно принять и понять тот факт, как в принципе люди могут там оставлять своих детей, не думать об этом никогда, жить как будто их не существует. Не понимаю, честно, не могу объяснить это все. Но это трэш какой-то. Это же ваши дети, это же часть вас, ваша кровь и ваша ответственность в первую очередь. А потом мы удивляемся, почему у каждого практически ребенка, у каждого, да, куча каких-то там травм, обид и все такое прочее. Ну потому что вот с такими родителями еще бы. Ну в смысле, папа не хочет видеть свою дочь? Что это такое? Комментируйте, друзья, мы двигаемся дальше. В начале декабря в СМИ появилась новость о госпитализации скандального Гогена Солнцева. Якобы у него там была травма головы, потом какая-то пластическая операция. Ну а теперь его супруга Полина заявила неожиданную новость о том, что его больше нет в этом мире, представляете? О его смерти. Ну в это, конечно, не поверила бывшая его супруга, Екатерина Терешкович, которая является мамой Полины. Короче, я не понял, это что, типа пиар ради шутки? Вот что рассказала нынешняя супруга Полина. Гоген умер, я не могу найти паспорт, без документа не выдают тело. Все случилось внезапно, мне позвонили и сказали, что его больше нет. Гоген в декабре получил серьезную травму, упал неудачно, видимо, дали знать последствия. Я пошла в его театр, а там все разграблено, вещи раскиданы, прямо не знаю, что делать, как я теперь буду одна, и что мне делать с телом, кремировать или хоронить. Так написала Полина. А вот мама Полины, Екатерина Терешкович, бывшая супруга по совместительству, та самая, с которой они устраивали ток-шоу у Андрея Малахова, наоборот, рада этой новости. Вот что она написала. Подох, туда ему и дорога. Я счастлива, что земля избавилась от него, но слабо в это верю. Такие, как он, живут до 100 лет. Друзья, я не знаю, что это значит. Если это очередной какой-то прогрев ради новых выпусков, это мерзко. Кто-то что-то знает по этому поводу? Пишите. Валерий Меладзе после дубайского скандала лишился заработка в России по ходу окончательной, я так понимаю. Его юбилейный тур окончательно сорвался, отмена следует за отменой. И вот уже практически все города прекратили продавать билеты на его концерты. Однако его преданный друг Атаркуши Нашвили поспешил опровергнуть, что Меладзе больше не зарабатывает в России. Вот его цитата. Я переписывался с ним вчера, две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете, богателый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые. Единственный изъян не делится, жлобская метелица. Вот так прокомментировал все. А Таркуши Нашвили, да, я в принципе вообще не сомневался. Рустам Солнцев. Значит, тут вспомнил, что Борис Моисеев был очень сложным человеком, по его словам. Он часто закатывал истерики своему директору Сергею Гороуку, но тот все терпел. Ну, в принципе, я думаю, ни для кого не будет новостью о том, что какой-то очередной публичный человек, и ныне живущий, и кого уже нет в живых, что они все со сложными характерами, что они все вспыльчивые, и, в общем, ведут себя часто как непонятно кто, истерят. Я думаю, это вообще не новость, но, в общем, цитирую Рустама Солнцева. Сергей более 10 лет со временем первого инсульта находился рядом с Борисом, а это, конечно, требовало затрат. Вы попробуйте быть с больным человеком, с больным Моисеевым. Попробуйте на секунду представить себя на этом месте. С ним-то здоровым никто совладать не мог. У Моисеева был жуткий характер. Вот такую оценку дал Рустам Солнцев Борису Моисееву. Ну и, конечно, он Станислава Садальского не обошел стороной, прокомментировал и его. И вот, что он сказал про Станислава Садальского. Насколько я знаю, у него вообще никаких съемок нет. Он же актер плохой, слабенький. Вот Садальский читает стихи, что-то выделывает. Но даже стихи в его исполнении никак не трогают душу. По словам Рустама Солнцева, Садальский актер никакой. Такой, знаете, для массовочки и не более того. Согласны вы с этим или нет, друзья? Комментируйте, а мы с вами мчимся дальше. Надя Дорофеева недавно выпустила новую песню под названием «Вотсап». Она также обещает, что скоро выйдет и клип на эту песню. Но пока можете наслаждаться ее аудиоверсией. Кто уже слушал или вдруг не знает, такая вот для вас информация. Иван Ургант решил все-таки не молчать и прокомментировать причину отмена его концерта, который должен был состояться 2 февраля. Для него, в принципе, так как он говорит, тоже было полной неожиданностью. Вот его цитата. «Уважаемые зрители, концерт 2 февраля отменен, что, конечно, стало полной неожиданностью для всех, и меня в том числе». Убедительная просьба не поддаваться никакой панике и унынию. И организованно дождаться следующего концерта. Так что, как утверждает Иван, все решит, и концерт таки состоится просто позже. Как вы думаете, будет или нет? Сейчас же проходит везде мода. Высокая, большая. Не знаю, как ее правильно обозначить. И то, значит, на одном из показов 56-летняя модель Кристин Макменами упала на подиуме во время показа Валентина. Если честно, когда я увидел первый раз этот ролик, я, во-первых, подумал, что это специально такой перформанс запланированный, поскольку такое уже было. Но, как оказалось, это действительно было падение, не запланированное. Но она не растерялась, стала и пошла. Судя по тому, как она шла, я так понимаю, что платье и весь этот наряд, в принципе, был максимально неудобный. Она еле в нем двигалась, поэтому и упала. Конечно, я думаю, ей было досадно, но что больше всего меня в этом все удивило и поразило, во-первых, я не в курсе был, что ей 56 лет, потому что выглядит она, конечно, невероятно. Я понимаю, что там макияж, грим, наряд и все вместе, но, тем не менее, она в отличной форме. И то, как она элегантно и красиво вышла из этой ситуации, браво ей за это. А я, кстати, не знал, что в 56 лет на подиум тоже выпускают уже. Выпускают, господи, так сейчас прозвучало странно. Выпускают, как будто из дурдома. Ну, я думал, знаете, там карьера модели, она там до 30, до 35, и на этом все, а дальше все и тут свои какие-то агентства открывают. Ну, вот видите, на Валентина показе. Зато, кто бы об этом говорил, если бы она не упала? И кто бы знал? И я бы этого не знал. И вы, наверное, не узнали бы. А так мы знаем. Поэтому во всем плохом есть что-то хорошее всегда. Раз в год пластический хирург из Лондона обеспечивает себе цитируемость во всех мировых СМИ, называя самого красивого мужчину или женщину. Он, конечно, оценивает лицо по золотому сечению. Недавно этот хирург назвал актрису Джоди Коммер самой красивой в мире. А сегодня мужчиной с идеальной внешностью оказался Реге Жан Пейдж, которого активно проталкивают на роль Джеймса Бонда после ухода из франшизы Дэниела Крейгана. Насколько я понял, там будет совершенно другой актер. Но не суд. Я не врач-хирург, не пластический никакой, но вот так решил пластический хирург говорить, что у него там все по золотому сечению совпадает. Согласны вы или нет? Кстати, это звезда сериала «Бриджертоны». Кто смотрел, я думаю, вы точно понимаете, о ком идет речь. А ну-ка, дамы и господа, разложите на атомы его сечение золотое и напишите, подытожьте, так сказать, подрезюмируйте. Согласны вы с этим или нет? Джастин Бибер таки продал права на свои все песни за 200 миллионов долларов. Я вам об этом рассказывал не так давно. Это самая крупная сделка по продаже авторских прав на песни. Джастин Бибер получает много денег за песни, выпущенные до 31 декабря 2021 года. И дальше он может только их петь, а получать доход от стриминговых платформ и использование в рекламе будет уже новый правообладатель. Я бы даже сказал, это правильный ход, поскольку я думаю, что все самое лучшее и гениальное, ну, по его версии, по его творчеству, скажем так, он уже написал, исполнил, и все это уже, как это, к этому говорят, плешь проели, да, уже все это выслушали, высосали максимально везде. Понятное дело, что кто-то периодически будет слушать, но все равно Джастин Бибер уже не на той волне популярности, тем более сегодня с такой скоростью света появляются молодые, которые не то что наступают им на пятки, они их уже просто обскакали и побежали вперед. Поэтому это правильный ход. Он все, он по максимуму выжил в свое золотое, так скажем, время. Возможно, оно снова наступит. Я ему этого желаю. Дальше он сохранил право исполнять, то есть ездить на корпоративы и концерты, за что будет получать. А от стриминговых платформ, я думаю, он все уже высосал. Еще и 200 миллионов выиграл. Вот такой вот он молодец. Вот это правильный подход. Нужно поучиться у него. В отношении Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело. С таким предложением выступил очередной фонд или кто-то, неважно. Напомню, что, во-первых, Семен Слепаков покинул Россию, уехал в Израиль еще в сентябре 22-го года. Иногда выходит на связь, поет песни, где осуждает войну, выступает против власти. За что, собственно, его и хотят, во-первых, признать иноагентом, хотя я думал, он уже иноагент, как-то все с опозданием идет. Ну, в общем, вот такая вот новость. Теперь хотят завести уголовное дело. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. В Англии Уэльси провели перепись населения, включив в анкету вопрос о сексуальной ориентации. Данные исследования приводят западные СМИ. Они собрали это все в 2021 году. Это первый случай, когда вопрос об ориентации задали всем опрашиваемым старше 16 лет. Согласно переписи, больше половины представителей ЛГБТ+, находятся в возрастной группе от 16 до 34 лет. И это меньше трети всего населения Англии и Уэльси. Всего в Англии и Уэльси ЛГБТ+, женщин около 830 тысяч, мужчин 706 тысяч. Разрыв объясняется тем, что среди населения двух стран женщин в целом больше, чем мужчин, на полтора миллиона человек. Согласно данным переписи, в Англии и Уэльси проживает 59,5 миллионов человек. Получается, что всего около 2,6% из них идентифицируют себя как ЛГБТ+. Вот такая вот новость, если вам она была полезна. А, кстати, менеджер Гогена Солнцева вышел на связь, прокомментировать его смерть. Он ничего об этом не знает. Вот его цитата. «Я не в курсе, я не в Москве». Вот так он ответил. Так что, ничего не понятно. Может, дальше появится какая-то информация. Но что-то мне подсказывает, что это просто какой-то очередной прогрев. Я так думаю. Дарья Мельникова впервые прокомментировала свое отсутствие в новом сезоне «Папиных дочек», съемки которого уже стартовали. Ну и, в принципе, вышла на связь, поскольку ее бывший супруг Артур Смольянинов периодически дает громкие заявления, интервью, из-за чего потом происходят скандалы. У них общие дети и Даша Мельникова получала огромное количество хейта. И вот она вышла на связь, написала следующее. «Я не знаю причин. Догадываюсь, продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту. Согласие участвовать в проекте, с моей стороны, было фаном, забавной ностальгией и весельем. Но у создателей, видимо, другие цели и риски так бывают. К сожалению, я никакого по этому поводу не испытываю. Разве что досаду, что они упустили возможность собрать всех нас вместе и порадовать фанатов сериала». Во-первых, Даша Мельникова просила оставить ее в покое, не преследовать и не хейтить, потому что ей так тяжело. Ну а в папиных дочках ее не будет. И тут давайте подумаем, случайность это или совпадение? С учетом того, что она планировала там, я так понял, быть. Как видите, она сама говорит, что она не отказывалась ради фана, но тем не менее. Но ее там не будет. Ютубер 93 дня приходил к офису Твиттера и ждал Илона Маска, чтобы обнять его. И таки дождался и сделал это. Вот так вот, друзья, бывает. И я верю, потому что у меня были знакомые, которые готовы сутками напролет стоять под дверьми, где-нибудь под офисами, гоняться по всем аэропортам, везде. В общем, преследовать, хоть в канализацию нырять, лишь бы только достать это селфи, фото, обнять, прикоснуться и всем доказать, что я это сделал. У каждого, как говорится, свои цели в жизни. Елена Ваенга тут недавно давала интервью, высказалась о поведении Аллы Пугачевой. В общем, ей это все не понравилось, ее это обидело. Я не хочу это комментировать, я просто вот вам ставлю цитату самой Елены Ваенге. И сделайте свои выводы и комментарии. Точно не буду обсуждать Аллу Борисовну. Я готова признать себя абсолютно глупой и непонявшей посыл человеком. Но когда холопы, вот это, или как там, я забыла, напомни мне. Ну, как она назвала, рабами? Холопы, ты не помнишь. Нет, не помню. Но тогда я сделаю вид, что я тоже не помню. Если мы с тобой будем так разговаривать, я скажу, я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Много о чем говорила. Нет, она немного, она конкретно, когда вот был уже вот этот, ну, когда уж сильно все обиделись. Потому что я была в числе тех, которых, честно говоря, ну, понимаете, мне как... Были холопы, там было и... Ну да, были холопы, я на свой счет это тоже приняла, потому что я же люблю президента своего, мне нравится президент. Вот поэтому я, наверное, плохая. Ладно, хорошо. Никому неприятно, когда ему тычут этот... Время все расставит на свои места, и все будет так, как это... Но уж точно я не буду ставить... Потому что вот агрессия чудовищная, которая полилась, я не буду в рядах тех людей ставить, которые будут поливать это. Ну и также в этом же интервью Елена Ваенга прошлась по Вале Карнавал. Та самая старая история. Вале Карнавал, музыкалити, Лариса Долина. В общем, она ее сравнила с актрисой канала 18+, поняли, да? Там, где Памела Андерсон, ну, господи, Памела Андерсон. Ну, короче, прости господи, и со звездой... Боже, я даже боюсь эти слова произносить, чтобы YouTube меня не снес. Ну, вы поняли. Для взрослых кино. Сказала, что типа не ей свой Роттердам открывать на уважаемую джазовую певицу. Ну, в общем, она и там разнесла в пух и в перья. Вот так, друзья. А мы двигаемся дальше. Анастасия Заворотнюк, которая уже более трех лет борется с серьезным заболеванием, появится в новом сериале. Еще, оказывается, в 2017 году она снялась в проекте «Пристовы», но премьеру почему-то перенесли. Перенесли так надолго, и вот стало недавно известно, что скоро выйдет сериал на экраны, где главную роль в нем сыграл Андрей Чадов, и там же будет Анастасия Заворотнюк. Спустя пять лет. А вот и первое совместное фото Джерара Пике с его новой возлюбленной. Знакомьтесь, та самая 23-летняя модель Клары Че Марти. Ждем теперь ответа от Шакиры, что она еще там песню придумает, или как это все будет. Еще одна новость про Николая Баскова. Значит, пишут о том, что Баскова якобы прокляли конотопские ведьмы. Такая новость, по крайней мере, так утверждают другие шаманы. Говорят, именно поэтому у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Если честно, я не слежу за его здоровьем. Мне это не особо интересно и важно. Но вот такая новость. На этом новости из мира шоу-бизнеса и не только все. Но у нас с вами есть прекрасная, замечательная рубрика хороших, добрых новостей. Ну а перед тем, как мы к ней перейдем, не забудьте убедиться, что вы ставили палец сверх. Лайк, сердечко, это все одно и то же. Ну и, конечно же, что у вас подписка активна на этот канал. Все уведомления включены, и вы ничего не пропустите. А всем, кто это сделал, огромное вам спасибо. Ну а теперь врываемся в рубрику добра. Погнали! Начну я сегодняшнюю рубрику, как обычно, с фото дня. Еще одна интересная, забавная фотография. Вот, казалось бы, как такое может произойти? Вот только посмотрите. Носорог и его свита вышли на прогулку. Ну как это выглядит? Носорог как будто с хвостом павлина, а впереди еще птичка. Понимаете? Ну шикарный вот. Я всегда восхищаюсь фотографами, которые умеют вот такие вот кадры запечатлеть. Это круто. Еще одна хорошая история в очередной раз нам демонстрирует, что ничего нет невозможного. Котик и собачка снова нам показывают, как можно мило вместе дружить, соприкасаться и ничего не делить и не ругаться. Котик уже был взрослым, когда к нему подселили вот этого хвостика. Котик его сразу же принял, они стали вместе, не разлей вода, друг друга всегда поддерживают. Когда кто-то из них болеет, они не отходят друг от друга. Когда кому-то страшно идти к ветеринару, они всегда друг друга поддерживают. Везде и всюду вместе, не разлей вода. Вот такая вот крепкая настоящая дружба между хвостиком и пушистиком. Забавное видео, на котором слоненок гоняется за птичками, а потом случайно падает. И дальше все как у нас в жизни. Детки, они такие детки. Бегал-бегал, упал, подскользнулся и побежал сразу к мамочке жаловаться. Но видео веселое. Всегда так забавно наблюдать. Вот посмотрите, да, животные маленькие, они вот дети. Ну вот тут ничего больше не скажешь. Годовала овчарка упала в ливневую канализацию и не могла выбраться. Отыскать малыша помогла метка Apple AirTag. Хвостик во время дневной прогулки провалился в ливневку. И за считанные секунды его унес поток воды. Взволнованная женщина пыталась своими силами спасти питомца, но не удалось. Тогда на помощь прибыла пожарная служба. Хвостика удалось выследить с помощью метки, которая была на его ошейнике. Напуганный хвостик оказался на дне водосточной трубы, откуда он не мог выбраться самостоятельно. Но, слава богу, операция по спасению собаки прошла успешно. Он не пострадал. Спасибо всем службам за оперативность и за то, что они отыскали, нашли и спасли. Это невероятно. А это еще одна история про девушку, которая помогает котикам. Но не простым котикам, а большим котикам, диким. Она посвятила всю свою жизнь спасению диким, большим кошечкам. Львам, леопардам, тиграм. Ну, в общем, вы поняли. Ухаживает она за ними прямо у себя дома. Понимаете? Котики эти, большие котята, все эти оказались в сложных ситуациях по разным причинам. Где-то их отобрали у каких-то неадекватных людей, которых зачем-то держали. Где-то мамы отказались. Но, в общем, самое главное, что есть вот такая замечательная девушка, которая посвятила свою жизнь во спасение наших котиков. Но, правда, больших и опасных. Но, видите, какая у них любовь. Это невероятно. Немного милоты и веселья не помешает. Я не знаю, что это за зажигательные танцы устроили эти двое. Но за этим наблюдать всегда весело. Я знаю, что янут они, конечно, еще те хулиганы. Но они такие веселые, смешные. И это всегда умиляет. Ну, и напоследок вам еще одна новость. Четырехлетний мальчик вступил в международное сообщество гениев. Этот малыш научился читать в два года, смотря детские телепередачи. Вскоре он стал бегло читать книги. Затем малыш сам научился считать до ста на шести народных языках с помощью планшета. Среди них даже мандаринский диалект китайского. Я даже такого не знаю. В общем, в три года и восемь месяцев эксперты оценили IQ малыша. И оказалось, что он сопоставим с IQ ребенка девяти лет. Мальчик вступил в клуб, где у всех участников IQ выше, чем у 98% населения. Вот он, маленький гений, наверное, будущий Игланд Маск, который обязательно нам что-то подарит невероятное и полезное для нашей замечательной планеты. На этой замечательной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. Я всем желаю спокойной и мирной пятницы. Веселой кому-то, чтобы вы отдохнули. Замечательных выходных впереди, несмотря ни на что. Находите, пытайтесь какие-то мелочи, радости. Знаете, ну, как говорят, счастье в мелочах. Поэтому просто найдите то, что может давать вам кислород, давать вам энергию, заряжать вас немного. Я понимаю, что сейчас очень сложно. Это не просто слова, это факт. Но нужно как-то себя подпитывать чем-то хорошим. Поэтому обязательно находите такие способы. Займитесь каким-то любимым делом, я не знаю. Или попробуйте что-то новое. Мне тут написали, что, оказывается, можно попробовать рисовать. Попробуй, может, действительно мне понравится. Хотя никогда не пробовал. Ну, по крайней мере, когда я там пытался рисовать, я понял, что это не мое. Но нарисовать по номерам я еще не пробовал. Может, попробую. Поэтому, друзья, слушайте музыку, смотрите какие-то фильмы. Поменьше новостей, потому что там ничего хорошего вам никогда не скажут. Никогда. Единственная хорошая новость, которую мы все с вами ждем, это, конечно, когда закончится война. Это все, чего мы все с вами хотим. Всем мирного неба над головой. Здоровья, счастья, любви. И рядом хороших, надежных людей. До завтра. Пока-пока.